Значит, мы переходим к следующему докладу. Это Кирилл Андреевич, 20 секунд, да? К статистическому определению метра. Сейчас я не знаю, что делать. Это равно не стоит. Придем. Да, слышно, слышно. Слышно? Алло. Мы тебя слышим. Адринас? Я вас немного слышу, если вы что-то говорите. Ты видишь, у тебя есть видео? Ты нас видишь? Это почтенное собрание. Да, а тебя мы не будем видеть, да? Но понятно. Да, кажется, у меня, пожалуйста, агропротись. Я буду снимать? Да. Фотография есть. Почти, да. Мы будем от тебя с вами. Наше противопорожение будет. Если что, 20 минут у нас, Лавич. У тебя 20 минут. Да, хорошо. Искажи, пожалуйста, вот, когда хандал надо будет привести. Иду прийти, пожалуйста. Да, некоторые моменты. Да, я постараюсь. Я не знаю, что на прямом сибире вы говорите, что может быть, какие-то ясно. Мне уже приятно участвовать в этой конференции. Громче и четче, и медленнее. Хорошо. Зарай. Мне уже рассказывать, что я не могу лично присутствовать на этой замечательной конференции. И я заранее извиняюсь, если будут проблемы со снятием. И я еще должен заранее... Да, прежде всего, конечно, мне удержалось, что я не смог послушать предыдущие доклады. Прежде всего, доклады Александра Владимировича Прокорова или Александра Владимировича Кулачевой, которые, очевидно, затрагивали ту же самую тему, о которой я буду говорить. И очень жалко, что я не смогу принять участие в обсуждении следующих первых докладов, которые идут по программе. Практически, пока. И второй раз, что я хочу извиниться, это то, что мой доклад будет повторением доклада, который я уже читал в ноябре минувшего года на конференции 50-летнего Максима Ильича Шампира. Мне кажется, что в контексте темы этой конференции этот доклад тоже будет звучать уместно. Поэтому я должен сказать, что я хочу привлечь в своем докладе некую условную новую систему определения русских стихотворных метров, которая основывается на количественной статистике, которую мы помним всем спектакляемым. Для того, чтобы рассказать об этой новой системе, я для начала должен буду сказать немножко о старой системе, о уже существующем, чтобы показать, какие в ней есть для отставки и чего в ней может быть и не понравилось. Итак, как сейчас мы видим в системе русских сайтах. Десятки различных стихотворных размеров, потенциально бесконечно много, неизвестные возможности связи с ними, разумеет на виду, и, конечно, бесконечно-числавное. Кирилл, быстрее стал говорить, чуть помедленнее, и может быть какой-то шум рядом с микрофоном дотрагиваешься, мешает, да, чуть-чуть четче. Я вот так и приспособился. А вообще, всевозможные размеры в сайтах инструктивного признака мы меняем. Метры, а осмысляя метры объединения этих группы, выделяются системой стихосложения. Действия стихосложения по выделению Максимовича Шакира выделяются в зависимости от минимальной единицы положенного ее основы. Я коротко перечислю и наберу те системы стихосложения, и входящие в них метры, чтобы раскрыть некоторые проблемы. И так мы обычно начинаем с самого главного стихосложения, с самого первичного. Сила руководителя, первичного стихосложения между теми они делятся в стопах. Властвов дело главного стихосложения «правило по запрету на переакцентуанские». Обычные целоматологики мы делим нужные сложности, это из-за данных хайбин. И трехсложники, да, из-за данных практик и анализ. Правило ждет, что мы формулируем так, что разводарение каждого не односложного слова должно падать на четный слой в странице. Ну и, соответственно, указание хайбинга. Аналогичные правила формулируются из-за трехсложников. В планах из-за данных не односложных и нет двухсложных слов а также третий слог от начала страницы. Ну и так далее, да, сегодня я не знаю. Однако, давая такое определение села Ватоники, нельзя не сооткнуться с некими проблемами. В частности, определение села Ватоники через запрет на переакцентацию оказывается слишком пусто. а также мы знаем, что все-таки в реальность эти реакцентации допускаются до известного предела, либо, точнее, до свидетелей до самого предела. Да, с тем, как мы, например, типа «позещай, злодей, но и внучай». С другой стороны, то же самое объединение села Ватоники через запрет на переакцентацию одновременно оказывается слишком широким. Здесь существуют формально допустимые источники, которые при этом нельзя напитать бесконечно неразухая метра. Например, строка артибрагменты из запрет на переакцентацию Понятно, что целые спиртворения чрезвотиангум из таких строк оставить нельзя. Или, например, строка тогда еще не воевали в Германии или в Санкт-Петербурге. Все строки артибрагменты будут такие, как мы видим, что мы знаем в России. Кроме того, довольно уделительное объединение двухсложников и двухсложников возможным в системах технической мы знаем, что эти строки в общем-то не похожи на двухсложники. Мы знаем благодаря дискуссии и двухсложники и состоятельность обязательных данных и производить данных свобод, двухсложники и обязательных данных и преимущества в результате. Скажите, слышно я? Слышно. Да-да. Спасибо. Дальше. Дальше. Дальше тоника. В основе тоники есть понимание единицы так. Считается, что в тонике упорядоченное число удалений в стихах. Самый распространенный данный чуткий размер – это вдольник. Как традиционно понимается, вдольники интервалы между литками могут быть однозлозными и усложными. Однако при этом допускаются пропуски удалений на битах вдольника, а следовательно, могут появляться между влиянием удалений и между диктами в промежутке 3-4-5 данных моментов. И также при этом признается существование вольного дольника. Возникает вопрос. Возникает вопрос. А чем мы делаем вольный дольник с пропусками удалений на битах? Вольный дольник вируный дольник в них случается ангелин. Пока нет. Дальше выделяется тактолит тоника между ударами которой мы только в правом ошибку и антертный стих, который мы поспектаем другую еду на вирусную дольник от нуля будет слышать И более само слово При этом опять же признается существование неразначного датного Дальнего Воляторный директор es Вориартный директор после того, как мы писали в сессии в условиях возникает вопрос, а существуют ли тоники в действительности? Ведь такие же разные количественные инвенторы говорят, что им то, как их, то о реальном подарениях. Но их равных датств – это основа существования тоники. Это существование неравного датства. Акцентный стиль – также большая загадка. В частности, непонятно, в чём же его специфика, под ним корректируется. Вот стиль их проблем, как в церковном университете. Дальше – селабика. Внимание единицы – слог. А слабая селабика – идея о непоярченности и количестве слогов в строке. Тенденция в распределении ударных и несударных слогов селабика определяющего значения не придает. Их живет неверообразующим. Ну, соответственно, непонятно, она вышла из широкого выделения. И тем же, хотя, управляет потенциалистически, скорее, однофиксируется, как означает не только действующие системы стихосложения, сколько и деким историческим периодом развития русских языков. Ну, четвертая, основная система стихосложения, о которой говорится, это верлибер. В верлибере анализируется от стыдных языческих ритмов. То есть, верлибер дается через отрез. А гаспарус прямо, как называется, верлибером белой акцентом. Соответственно, в этой линии верлибер есть некая проблема. Один в том, что вы положите, то есть конструктивного определенного метра, точнее, как системы стихосложения нет. Вам дается только через отрез. Итак, в этой линии верлибер, традиционного, все еще современного состояния, скажем, стихосложения, можно понять, что некоторое определение, не знаю, что отчеты сформулированы, некоторые данные через отрицание, и самое главное, что определение всех этих систем стихосложений и метров стихосложений строится, как в случае, на разных дистанциях. Что они строятся на разных дистанциях. Что-то произошло, стало плохо слышно. Да, да. Какой-то, ну, попробуй еще. Раз, два, четыре, пять. Какой-то шум, ты что-то двигаешь рядом с микрофоном, мне кажется, из-за этого шума. Идем, идем. Да, да. Сейчас лучше, да? Да, да. Я пытаюсь продолжить. Сейчас нормально. Не водите, пожалуйста. Итак, мы берем следующую процедуру. Для начала мы проверяем, определяем размер, мы для для начала. В голове проверяем не ям или холей или яза, да. Проверяем это на запрет на переакцентуацию для двусложности. Если убеждаем, что это не так, то проверяем на запрет на переакцентуацию на двусложности. Ну, или просто, в общем говоря, скандируем. Если мы убеждаем, что эффект не подходит, мы должны попробовать скандировать это на предмет голове. Посмотреть, сколько безударных слогов находится между ударами или два обратных ударами. Если это не зонит, мы задаем это самостоятельно. Посмотрим. Если не получается, то мы подсчитываем число удалений. Посмотрим. Мы не равны и дали число. Если не получается, то мы объявляем самостоятельно, то мы, возможно, облегляем систему складывания. Из этого, кстати, я вижу, что мы на самом деле не отмисляем систему спектакля, потому что мы сначала поверим не на силовых элементов, а потом на ДОНГ, а потом на ДОНГ. Потом на УСО, потом на ДОНГ. Потом на ЦРК-1. Потом непонятно, что мы видим. А потом силовых элементов у них только реальность мы знаем, что мы на самом деле не знаем. Ещё хочу сказать о том, что в традиционной системе это неудобно и неправильное. Традиционная система основана на выставлении иерархичных систем цепосложений, чтобы движение под самым свободным человеком. Это, в принципе, основанную дистанцию. Это, в принципе, один метр, действительно более столовый, чем другие, и появлялись они в соответствии с счетом смертаниям, а на тем, что важно заниматься. Такая дистанция будет намедливать целую роль, что система размеров можно представить в виде матрёжки, а на строке размеры вкладываются в более свободное. Иными словами иногда говорят, любая строка яма может быть так же строкой дольника, то есть дольника более свободно равна. Яма вкладывается в четвертый метр. Если дать строку яму будет замедленно и привести себя в контекст выводившуюся трава, то она и станет чрезвычным. Однако именно она. Разберём какие-то элементы. Действительно, полноугарная строка четырёх столового яма формально вкладывает в четырёх ударных метр. Не три, а в чёрном, не четырёх ударных метр. Однако доля софиксировка в реальном, примерно в любом беде, это составляет по подчётам психологии. Распада менее оценная. То есть, она начинает включать, а в реальность. Это, собственно говоря, полноугарный фон, не опускает, а сейчас значительно превышает. Показывается. Посмотрим, какие-то четыре формы, четырёх столового яма формы. В формах третьей, четвёртой и шестой номера, в шенгенах, то есть, в результате блоковского ударения, образуются международными метрами. В сумме этих триформ обычно состоят в семи процентов в шенгенах. Они могли... Попробуй чуть чёрче, немножко попрость. Чуть чёрче, не нужно. Чуть чёрче. Итак, форма третьей, четвёртой и шестой номера, в шенгене, в результате блоковского ударения, образуются международные метр. В сумме эти три формы обычно состоят в около 70 процентов и статургии. Они могли не назвать из-за вот такого статургии. На этом, в реальном, где сроки шоколадного интервала настолько, что настройство спокойно почитает их нейтрально и наиболее хранит. Когда данный, честно, любая строка-ява может быть так, чтобы статургия, будет более-менее жизненнообразно. Так что, такая статургия может быть статургия. Если укладывать желтый брусложный размеры более слабо механический, то есть долгий, а в еще более слабо логичный пациент. Мутатизм удается попытка уложить аналогичные антибракеты, так и заканчивается сводным образом. Так что, если выражение, то, что падающиеся в расслуживание, насыщие движутся около двух раз, а в реальность находится таким образом. Разобранные примеры показывают, что подсобственные размеры и подсобственные отверстия не работают. На самом деле, необходимо быть вставить в расслуживание, то это система, в которой подсобственные размеры, и в основном отстоянии, что может быть облицем независимым. Необходимо быть вставить в таком виде для каждого метра, который будет однозначно отвечать с его адресом. Одновременно, однозначно, например, долгий оказывают не только негативным образом, но и в последнее время на дискаре. Мы видим в траволстри, дольки, которые формально возможны в прошлом потрате на дискаре в реальность, но и в реальность в их утрижении. По сравнению с террористикой, с террористикой и с террористикой в материном. можно предположить, что он снижается от других размеров. Размер там зарабатывается на включение, чтобы сохранить физиологию, в связи с другими. В самом деле, если у интервал 3 не было бы разобретов, то я рекомендую вам можно отключить больные терминологии от других размеров. Присположите, отключите всех русских метров и терминологии. Отличительные особенности всех русских метров, не только тоника, стоит считать в различные удары. В том, какие интервалы все ставят, это связано с данными. И так, в частности, объединяются в считатель в частности. Мне кажется, что за данный главный лучший метр, а если вы на славянное удаление, может иметь такую комбинацию этих кризисов, которые будут отключать его как первые дни. Более того, в родительстве, будет входить в мир дни, который предоставил, предоставил его конкурсию, как следующий. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Нужны обе запринцы или одна пока? Ну, если можно обе запринцы, то она инвестирует тоже. Итак, она пока не узнает. Видно что-нибудь? Видно? Видно, видно. Надо свет погодить. Ура. Итак. Ура. 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 Кирилл, опять шум какой-то. Не слышно тебя. Чеченька, чеченька. Я стараюсь. Ага. Итак, для двухслужбного размера, в Янблево и Корее, оказывается, допустим, у меня интервалы в 1, 3 и 5 слагов. А изъезжайлами в 0, 2 и 4. При этом понятно, что интервал 5 слагов может не исключаться. А у раннего Ломоноса даже интервал цепи может не исключаться. Но важно, чтобы частотность интервалов в данных словах была ниже, чем частотность до соток. Соответственно, для двухслужбников, на связи братья аналиста, допустимые оказываются интервалы в 2 и 5 слагов. Остальные избегаемые. Для традиционного Доника, нахуй разговаривать, допустимые интервалы оказываются 1, 2, 4 и 5 слагов. А изъезжаемые интервалы в 2 и 5 слагов, чтобы строить эти частички безбережных слагов. Соответственно, они допускают интервалы в 1, 2 и 3 слагов, а остальные избегаемые. А остальные избегаемые. Наконец-то, в том числе, с психовым формам, на которые произведены нарушенные мероприятия не накладывают ограничения конкурсов. Это Остальные избегают. Стоит напомнить, что, как Аттоний, так считается, строится на разнике, числа этих сурака, не помню, что Кастаром не пустал, а я считаю, не направил их решение разным газом. А Остальные избегают, а остальные избегают, а остальные избегают, а остальные избегают. Конечно, никто из себя не отождествлял, как вот эти два размера полностью, не говорит, что у них различий между ними нет. Однако никто не говорит, что это дополнительные активисты, обязательные, или законные реальные действия. Поэтому, в рамках срегулированными и личными союзами, не могу считать, что выиграют от них вообще без различных размещений в части распределения слагов. Так вот, это действительно возможна серия микровалов. Однако распределение частотности этих интервалов будет неслучаемым. Если изглазить эти частотности и графику, то он будет, например, собираться по профилактике, и в плавном дисциплине, и по потравлению, где дает дешево. В идеальном случае, когда эти индивидуицы, нарисуемые физические данные и максимумы, будут происходить многосложные интервалы. Таким образом, распределение программы будет максимально приближено, естественно, там есть у самого продажи. Да. С регламентом мы уже его не сверпали, поэтому можно быть... В идеальном случае, когда стих, действительно, индивидуяющиеся данные, если масса учитывается, в том случае, когда в октябре действуют какие-то индивидуицы, в таком случае, масса не может приходиться на односложные интервалы. А надо тогда спуск по правой стороне обжать, тогда нужно быть достаточно длинным и полотным. Давайте я просто обаду вам рассказ. Мне кажется, что самое главное — оба. Ага. Спасибо. Спасибо. А вопросы мы сможем задать? Да, я думаю... Может быть, я сейчас... Знаешь, я сейчас оборудован, но переслание тебе может решить, мы по связи лучше знаем и сразу к вопросам перейдем. А так вы нас слышите? Давайте... Ага. Ну, это же, может быть, не стоит. А, ну, тогда давайте... Вопросы есть? Вообще... Микрофон должен работать? Да, вот можно... Можно... Подойдете? Давай я подойду... Да, ставь. Алло, слышно меня? Да, давай давай. Ага. Скажите, вот то, что мы сейчас видим на таблице, это пороги, посчитанные по отдельным произведениям. Как вы считаете, а можем ли мы для... Ну, иметь такие же цифры по большому материалу, чтобы дифференцировать метры автоматически, сопоставляя их с неким средним, посчитанным по большому материалу? То есть какие-то статистические пороги, что если у нас такие-то проценты интервалов, значит, доли, если такие-то от и до, если такие-то проценты интервалов от и до, то у нас тактовик и так далее. Это первый вопрос. Вот. И второй вопрос. Скажите, вот меня тоже все время соблазняло, нельзя ли только интервалы считать в целом по произведению, но вот можно ли обойтись без подсчета сочетаемости интервалов внутри каждой строки, как делает Гаспаров? Очень интересная работа, прекрасная. Вот просто очень хотелось, чтобы вот это было то, чего вы сделали, поэтому спасибо большое. Вот ответьте, если можно, на эти два. Да, это, Владимир Владимирович, замечательные два вопроса. Я как раз согласен говорить, потому что у меня в зале больше времени выгнали. это нам необходимо посчитать пороги, прежде всего для того, чтобы научить машину различать метру. Да, потому что понятно, что такой подход удобен не столько для реальность другого документа, а только для автоматического документа, только для автоматического документа. Поэтому, безусловно, пороги посчитать вузы, я надеюсь, что это будет сделано, например, воин. С другой стороны, этот метод позволяет скрыть какие-то закономерности строения, казалось бы, уже на одном из детских отборных размеров. Ну, в частности, понятно, что ям, который, благодаря правилам, определенных специалистов, не знает об этом, да, но каждый раз он очень разный. И мы понимаем, что у разных ям, у разных актеров, разных клиентов получаются очень разные методы подсчеты, и очень спойно мотивировать, потому что получаются очень разные методы, об этом ям не знаю много-ного об этом таком развитии. С другой стороны, понятно, что, по-моему, технологии, но этот метод можно ждать много для определения методов, которые, как раз, на этих фангусах находятся, то есть, на этих переходах, на технических форм. И это, может быть, с этим, может быть, будет труднее работать с компьютером, да, с автоматическим, да? И это, может быть, нахранитель, который рассматривает каждый этот инструмент, говорит о том, какой, нахранитель, какой известный смех, сколько это привлечение от камня в жизни. Простите, я забыл второй вопрос. А, где микрофон? А, включите, Татьяна Владимировна. То есть, если вы можете дойти сюда, будет слышно. А кто вы скажете? На верху кнопочку, наверх там. Алло, да, вот. Второй вопрос был, вот, мы с Деспаром сначала считали интервалы, а потом считали сочетаемость интервалов внутри каждой строки, то есть совпадение с, там, тем-то, 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 да? То есть, как вы это сочетаете еще внутри каждой строки? Вы считаете ли вы, нужно добавлять еще такой анализ, или вы считаете, что вот интервалов был достаточно? Нам вот все-таки камень бы не хватало, хотя у вас тут прекрасно все выглядит, поэтому, что вы говорите? У нас интересно. Понятно, что чем сложнее метро устроить, добавить совсем базовый анализ. И, в частности, он является базовым статистику только для дольных предметов. А, например, соответствующее распределение строков интервалов для Ямбо, оно не является прямой зависимостью, да? А оно просто выводит в ямбо удобрительную реакцию, да? И поэтому дальше надо смотреть в следующем. Сочетаемость интервалов статистику должна стать в следующей стадии, для того чтобы определять размеры, например, более четкие. Ну, например, кажется, что интервал 3, если избегаемый в ламине, будет в трехлупном ламине совсем рядом, а в трехлупном ламине еще чаще, а больше, 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 еще чаще. Да? То есть, все равно, с максимальными темными. Так что это, наверное, и следующая пара. Если нет. Да, спасибо. Спасибо огромное. Ну, на этом, наверное, мы закончили. Да, спасибо, Кирилл. Спасибо большое вам. Вернее, спасибо. Да, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ